Всем привет! Вы на канале Гараж28. Сегодня на операционном столе у нас пылесос. Samsung модель VC6714HNC. Мощность 1200-1400 максимально. Корейский. Итак, что с ним не так? Со слов хозяина иногда пропадает контакт, то есть дергаются обороты. Он у меня уже вскрытый. То есть я не стал на видео записывать, как его вскрывать. Это глупо, потому что у всех пылесосы разные. Соответственно, все крепления верхних крышек везде спрятаны. Само собой спрятаны они. Они везде разные. Какой-то чёткой инструкции нет. Всегда где-то под крышкой спрятаны, всегда где-то вот здесь. А сзади разные накладки, которые нужно сначала выбить, а потом добраться до болтов. Итак, этот пылесос у нас с регулятором оборотов на шланге. То есть вот здесь два контакта штыревых. Шланг идёт с намотанным проводником, который само собой не видно. А на рукояти самой щётки есть регулятор оборотов. Ну, то есть регулятор мощности. И быстрее всего он когда-то сломался. И кто-то до меня придумал здесь вот такой лайфхак. Вставили здоровую жилу. Тут даже четыре штыря, а не два. Получается два, наверное, было, может быть, на включение. Может, это дублирующая, честно говоря, не знаю. Но явно эта перемычка здесь не родная. Здесь всего два провода. Я думаю, что я их просто замкну. То есть, чтобы избежать варианта пропадания контакта на этой перемычке, она не впаяна. Здесь процарапано чем-то отверткой или чем-то ножом. И туда просто вставлен вот этот проводник. Я его сейчас даже достать не смогу. Здесь вскроем вот эту крышечку. Посмотрим, что именно там есть. Также по пылесосу. Он рабочий. Обороты у него не плавают. Он стабильно включается. Но довольно сильно просела кнопка. Надо сделать вот сюда какую-нибудь напайку из пластмассы или просто одеть какую-то типа пробочки. Но чтобы во включенном состоянии пробка, так скажем, крышка не мешалась. Зачастую, бывает, выходят из строя вот эти выключатели. И хозяева просто во включенном состоянии оставляют. Его втыкают в розетку. Он начинает работать. И так пылесосит. Также встречал неисправности. Вот у нас плата самого пылесоса. Она вся пыльная. Сейчас мы ее почистим. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Так, почистили от пыли. И здесь у нас есть киристор, который закреплен на радиаторе. И чтобы снимать тепло, радиатор имеет вот такую конструкцию. И вот эта алюминиевая пластина уходит внутрь. То есть, как раз туда, где проходит воздушный поток, который охлаждает ее. И за счет этого тиристор не перегревается и всегда находится под охлаждением. Так вот, я встречал такие неисправности, когда тиристор болтался от вибраций. То есть, здесь просто можно было пропаять. И проблема решалась. Также можно проверить силовые контакты. Тоже на предмет недопая. Я, короче, пропаяю полностью плату. Сделаю сюда небольшую какую-нибудь наставочку. И также вот здесь исключим пропадание контакта. Ну и давайте включим его, проверим, что он работает. Итак, в работе он минуты 3 пробыл, может быть 5. Воздух идет теплый изначально. То есть, буквально за полминуты прогревается двигатель и идет теплый воздух. Но горячее он не стал. Обороты не плавают и какого-то запаха, искрения или запаха горящего лака я не слышу. Если бы на нем было витковое замыкание на роторе, плавали бы обороты и слышно было бы искрение. Но здесь чисто вой турбины и движка. Итак, отключаем. Плату пропаиваем. Выключатель немножко делаем в захват. Зону срабатывания у выключателя увеличиваем. И здесь исключаем обрыв контакта. Все сделаю за кадром. Минут 20 ковырялся. В общем, пропаяна вся плата. Тут не все элементы, конечно, пришлось паять. То есть, вот здесь, допустим, есть паечные места под кондеры, но кондеров нет. Стоят только резисторы. Неважно, в схемотехнику лезть нет смысла. Тут, в принципе, все и так просто. Обычный диммер сделан на теристоре. По этой части, значит, здесь всего два контакта использовалось. Я сразу не акцентировал на там внимание, потому что я и сам не заметил. Ну, видно, что они сквозные, большие, которые на большом расстоянии. Вот эти. А вот эти два использовались. И вот она, эта перемычка, которая была туда загнана. Видно, что ее изоляцию уже несколько раз раздирало, потому что она здесь мешалась. Вот здесь у нас направляющие штыри обычно вставляются, которые не дают проворачиваться шлангу. И еще фиксируется зацеп, по-моему, вот за это место. Ну, типа щеколочки такой. Понятно, да, о чем я говорю? Так, плата пропаяна. И по кнопке. По кнопке. Сделал вот такую проставку. Сейчас ее одену туда. Но пока не одел. Хочу показать. Вот там место, куда встает вот этот пятачок кнопки. И его уже там вытерло. Быстрее все из-за этого был недожим. Но это не сказывалось бы на потере контакта, а сказывалось бы на несрабатывании кнопки. Такое здесь замечено. То есть я сейчас туда вот эту миллиметровую пластину загоняю. Она еще такая искривленная немножко. То есть она у нас увеличит зону срабатывания кнопки. Вот так головкой на 10 просадил ее туда, удлиненной головкой. И попробовал уже установил. В общем, все нормально встает. Вот как раз красная пластина у нас ложится на кнопку. Вроде все срабатывает. Кнопка немножко косит. И при установленной крышке она встанет в нужное положение. В принципе, как и вот эта тоже вся прыгает. Но в корпусе она будет в направляющем окне. И нормально все должно быть. Итак, собираем, а потом протестируем. А, ну не показал. Провода, которые отсюда отпаял, само собой они закорочены. И оставлены вот здесь. Не стал обрезать вот здесь. Хотя можно было, даже можно сейчас до сих пор, сделать перемычку просто на плате. Но я оставил их тут. На плате у нас это вот этот разъем. Да, провода к нему подходят. И вот эти четыре пин. Из них только два являются рабочими. Второй, третий. Ну и видно, что первый, второй – это один контакт. Третий, четвертый – это второй контакт. Здесь можно просто все замкнуть. И все будет работать. То есть регулятор мощности выведен будет полностью из работы. Но я оставил так. На случай, если когда-нибудь кто-нибудь решит поменять, допустим, появится донор такой же пылесос, поменять вот эти контакты. И использовать шланг с регулировкой. Все, собираем. Итак, пылесос почти полностью собран. То есть не стоят сзади фильтры. Вот эти паралурного и мешок с мусором не поставлен. Проверяем сейчас на включение. 15 или 20 включений ни одного ложного. Ни западаний, ничего. Сейчас перекину его куда-нибудь в конец верстака. Поставлю часы. И минут 10, или насколько у меня хватит терпения, выслушивать весь этот шум. Покрутим, посмотрим, насколько сильно нагреется выходящий воздух. И будут ли плавать обороты. Я это услышу. Мне придется, блин, 10 минут его слушать. Кстати, часы Сайко. Настоящие, японские. У меня они приблизительно лет 30 по владении. Я по дурости, по малолетке, так скажем, их сломал. То есть они были не один раз разобраны. У них потеряна секундная стрелка. Потеряно стекло. И они, блин, до сих пор работают. Вся фишка в том, что там стрелка будильника, когда срабатывает будильник, да, физически замыкаются контакты. Довольно мощные контакты. И я, будучи тогда глупеньким электриком, использовал эти контакты для подключения розетки. То есть у меня вместо будильника включался принудительно магнитофон, который меня будил в школу и в училище. Такая вот фигня была сделана. И это вторые часы. Настоящие японские. У меня первые были Ситизен. Тоже с такой же функцией. Но они еще в 90-х года где-то потерялись. А эти в начале 90-х появились. И по сей день они у меня. Примерно 30 лет. Ходят на эти точнейшие. Никогда ни вперед, ни назад не убегают. Что говорить про японское качество. Жалко, что вот такой вид ухлестанный. Они уже 20 лет только в гараже у меня, наверное, обитают. Ладно, ностальгии. Тестируем. Итак, ровно полтретьего. Стартуем. 63 градуса. Это максимальная температура. 63-64 градуса. По таймеру на записи прошло 11 минут. Плавание оборотов заметил всего два раза. При запуске немножко так поплавал. И где-то в середине работы чуть-чуть, буквально на секунду, обороты изменились. И тут же вернулись в норму. В общем, смысла дальше гонять не вижу. Приблизительно 10 минут работы прогнали. Понятно, что когда он будет со шлангом, в режиме работы, с мешком, забитым пылью и со всеми остальными сетками поролоновыми и всякими прочими фильтрами тонкой очистки и прочего, и со всякими задними фильтрами, ему будет немножко тяжелее. Но, если бы у него было витковое замыкание, он бы себя уже проявил. Итак, ремонт полностью закончен. По сути, явной причины не было. Устранил сразу три возможных неисправности. То есть, полностью пропавлена плата. Увеличена зона срабатывания кнопки. И исключено пропадание контакта вот на этой самодельной перемычке. Вот она. На этом все. Кому было полезное видео или понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на основной канал. Лайв-канал Инстаграм. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. ТикТок, Яндекс.Дзен. Сами знаете, где мы есть. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем пока. Ты ебанутый. Ты чё, еманутый? Меня бесит, кстати, вот эта ручка. Она или должна фиксироваться как-то, или чё. Она удобна для переноски, да. Но, блин, вот это прыгание постоянно раздражает вообще. В комплекте был вот этот мусорный пакет, который я попросил пока не вытряхивать. Потому что было очень людно. Потом как-нибудь вытряхнем его. И вот два фильтра тонкой очистки воздуха. Этот у нас сзади отсюда был. Под ручку устанавливался. А этот у нас устанавливался вот сюда. Потом на улице выбьем их и продуем компрессором. И всё. Пылесос готов. 10 минут этого ранее я реально еле выдержал. Ждал и ждал, когда эти 10 минут кончатся. Задолбало. Задолбало.